Доброе утро, уважаемые телезрители! Видимо, пришло время и мне перед вами поразмышлять на злобу дня. Не до конца, конечно, уверен, уверен в актуальности темы, потому что порой кричащее и искусственно раздутое выглядит мыльным пузырем, но тем не менее. Спросите сегодня у многих, что сейчас происходит с культурной элитой общества? А в ответ услышите – Матильда. Коротко, поэтично и многозначительно. Матильда за эти полгода уже стала именем нарицательным. Матильдой простой народ стал называть все пошлое и низменное, прикрытое богатым и добротным. Как понимать это новое в лексиконе слово? Так как поняли фильм «Члены комиссии нашего Минкульта» на предпоказе, картина богатая, добротная и очень красивая. Это их комментарий на свое решение пустить картину в широкий прокат в нашей стране. Все – это все, что они смогли сказать про легенду, фильм года, который основан на «реальных событиях» в кавычках, а идея, а уместность, а актуальность, а художественная и историческая правда образов, а нравственная основа, а целевая аудитория, а чувство, наконец, членов семьи Романовых, которые до сих пор живы, и главное, что стоит за этим богатством и красивостью. Я не ошибся, когда сказал «живы», потому что перед Богом нет мертвых. Алексею, учителю, надоел образ праведного царя. Прошло немало, целых 20 лет, как канонизировали царскую семью. «Моя задача – показать будущего императора не статуей, не иконой, а человеком», признается он в большом интервью Егору Хрусталеву. Для этого режиссеру нужно было придумать близость цесаревича с начинающей балериной Мариинского театра и поставить его перед сложнейшим с точки зрения автора выбором между любовью к женщине и обязательствами власти. Мы должны увидеть, отчего отказался наследник престола и как сложно давалось ему это решение. При этом балерину режиссер поставил нравственно выше, чем любого из членов царской фамилии. Вот я хочу заметить, что из этой семьи стали святыми восемь человек. И вот что говорит учитель. «Матильда призвала будущего императора отказаться от короны. Очень хорошо, может быть, понимая и чувствуя этого человека. И, наверное, предчувствуя, что это, может быть, может привести к каким-то событиям и не совсем приятным». Не буду заострять внимание на формулировке и последнем слове цитаты. Замечу, не без иронии, конечно, что каким, оказывается, прозрением обладала Матильда с легкой подачей создателей легенды. Все бы ничего, да только это нереальные исторические события. И сказать честно, не нова сама идея и не блещет оригинальностью сюжет. Тема любви во сто крат глубже раскрыта две тысячи лет назад в библейском рассказе о пляске Соломеи, в сюжете об усекновении главы Иоанна Претечи. Там тоже девица плясала, одному голову скружила, а у второго отрезала. А пятьсот лет назад в Ромео и Джульетте. А двести лет назад в Евгении и Онегине. Назовите главных героев Матильды другими именами, и вся гениальность картины просто рухнет. Не берусь утверждать истину в конечной инстанции, но похоже, что современный кинематограф Паткин и эффектные и зрелищные сюжеты с удовольствием вцепился за историей об увлечении Николая Романова пленительной балериной. Расчеты режиссера понятны. Балет из кони прельщает красотой и пластикой женского тела, а великосветская жизнь, богатые интерьеры привлекают зрителей своей роскошью. Пикантности всему придает грешок. Извините, оговорился. Большая любовь, царевич. Конечно, любовь большая в кавычках. Но то, что срабатывало безоговорочно всегда, дало промах. Тизер, который был воспринят как основной посыл всей картины, подложил бомбу. В двухминутном ролике откровенные кадры. Знаете, это как заглянуть в замочную скважину в царские почивальни. Ведь никогда и никто не смел этого делать не только из страха быть наказанным, но и из чувства собственного достоинства. Вот это и покоробило. Трейлер нарушил этику. Никогда власть имущие особо не выставляли на показ ссоры и похождения членов семьи, даже предшественников. Правящие семьи должны были быть идеальны. Этого требовал сам народ. Он видел в них пример для подражания. Царские, королевские семьи держали нравственностью культуру сего общества и работали на идеологию держав. Личная информация, которая выходила за пределы домов императоров и великих князей, становилась большим скандалом и могла обернуться трагедией. Вот поэтому сто лет назад против царя и его супруги так яростно возводили клевету. Их детей обзывали самыми низкими словами, чтобы массы восстали на самодержаве. В результате этой черной пиар-компании расстреляли всю семью и надругались над их телами. И не будем забывать, что Романовы этой истории не только России, но и Белоруссии, и Украины, и род Романовых не оборван. А сейчас наоборот. Либеральная свобода, свобода слова, охочи до пикантных историй в глянцевых журналах. По своей сути, фильм Матильда из ряда такого исторического гламура, в придачу к которому хорошо пойдет попкорн. Выбирая тему, создатели картины подписали себе приговор. Ни новизны, ни глубины, ни правды. Богатая, добротная и очень красивая картинка, ради которой допущены погрешности в исторической реальности. В данном случае непростительные передергивания и домысливания фактов. Непростительные, так как затрагивают имя одного из величайших людей, реальной исторической фигуры большого масштаба, отношение к которому в обществе изначально было противоположным от святого до кровавого. Не думаю, что интерес к этой фигуре основывался на его любовных терзаниях. Но о лжи фильма я расскажу в другой передаче. А пока мы можем сделать выводы. И во всей шумихе вокруг фильма есть один плюсик. Он проявил, как лакмусовая бумага, проблемы общества. Одна из них стервозный радикализм, который объясним, но как метод абсолютно неприемлем. Более глобально появление такого трейлера и уже и фильма в целом это знак снижения общей нравственной планки. Искусство не может быть только зрелищным. Когда элите нечего сказать, нужно начинать беспокоиться о деградации, прежде всего духовной, которая всегда захаживает в гости перед большими потрясениями. Часто современные искусства уже давно не чувствуют границ дозволенного. этот фильм о том, что мы, создатели и зрители, запутались. Запутались в определении, где добро, а где зло, где правда, а где ложь. И этот фильм также о предательстве элитой своего народа. «Вдумайтесь, тысячи, сотни тысяч людей говорят, что им этот фильм, даже еще не сам фильм, а трейлеры, делают больно. А им отвечают, вы себе внушили, вы невежды и просто не понимаете высокого искусства». Реакция на картину Алексея Учителя – это также тревожный звоночек для государств. Люди слишком легко готовы взяться даже за оружие. Слава Богу, пока не у нас в стране. И дело не в том, что церковь, хорошая или плохая, так влияет на людей. Нет. Такие бурные реакции порой возникают от неустроенности. Это может являться признаком недостаточно эффективной идеологической работы, а может быть из планированной провокации и даже изменой отдельных групп. Конечно, каждый вправе по-разному относиться к вышедшему фильму. Каждый сам решает для себя смотреть новинку или забыть о ней. думается, нужно спокойно воспринять ситуацию, сделать из нее определенные выводы. Лучше предоставить времени и низким рейтингам сделать свое дело, отправить эту картину в небытие. А вот шумиха, она только подогревает интерес и даже провоцирует отрицание церкви. Чем больше критиков реально оценят картину, тем меньше шансов ее дальнейшего успеха. Давайте действовать мудро, не втягиваясь в конфликты, но четко определяя свою внутреннюю позицию. Не стоит рвать на себе рубаху. Лучше учить своих детей соблюдать пятую заповедь, почитать родителей, старших и правителей, как прошлых, так и настоящих. Прощаюсь с вами до следующей встречи, где попытаюсь разобраться, чем же все-таки грешит Матильда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok